Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбана, вместе со мной мои коллеги, друзья, главный редактор лучшего радио в Израиле Цвизильбер и журналист-международник, потому что я еврей, еврей, поэтому международник. Я, в отличие от большинства средств массовой информации, все-таки предложу вам тему не коронавируса, а нашу политическую ситуацию. Тем более, президент Ривлен 11 марта наконец-то получил окончательные итоги голосования, выборов КНЕСа 23-го созыва, и на следующей неделе будет уже консультироваться, кому поручить создание правительства. Когда была церемония передачи официальных документов, он, я процитировал, он сказал замечательную мысль, благословен любой план, который будет выработан для формирования правительства. У меня к вам вопрос на засыпку. На ваш взгляд, любой ли план богословенен в данной ситуации? Смотря что я имел в виду этот посподинок. Но он не уточнил. А что уточнять? Мы здесь не первый год. Мы знаем, что планов бывает всего два. Кто прибежит и как переманить? Всего лишь, когда создается ситуация похожая или аналогичная. Ну, два предыдущих раза не удалось никого переманить. Ну, не удалось. А почему мы не вспоминаем Алекса Гольдфарбаса? Как автомобиль назывался? Митсубиши. Митсубиши. Алекс Митсубиши. То есть, в принципе, он уже все о нас сказал. Он и его машину. Вот девочка Марина, а вот ее машина. Вот. То есть, все сказано. Все упирается, как говорится, в партийную совесть, которой, как правило, нет. Так что, все в порядке. Это нормально. Я думаю, что понять нашего президента не мудрено. Он хотел сказать одну простую вещь. Ребята, вы уже, наконец, сформируете правительство. Какое, мне уже все равно. Но главное, что не четвертые выборы. Это как бы то, что он хотел сказать. Потому что... Но, например, он тоже самое говорил и перед третьими выборами. Я... Оставьте сейчас там расклады, у кого сколько, да. Я очень... Я просто не могу себе представить, что вот это правительство меньшинства, даже несмотря на то, что сегодня оно вообще уже кажется нереальным, да, оно не смогло бы все равно функционировать. То есть, не могло его быть, да, чтобы в одном правительстве были и НДИ, и Объединенный Арабский список. Даже если эти две партии не войдут в коалицию, да, будут ее поддерживать извне, все равно эта поддержка всегда чего-то стоит. Теперь возьмем, давайте возьмем Объединенный Арабский список, из которого сегодня просто сделали какой-то жупел, да, что все конец еврейскому характеру государства. Понятно, что Объединенный Арабский список не может поддержать бесплатно. Потому что это тогда будет воспринято их сектором как предательство. Они тоже обещали, там делали, там какие-то предвыборные обещания. Поэтому, конечно, любая поддержка Объединенного списка будет иметь свою цену. Чем выше будет эта цена, тем больше будет разброд и шатания в той же Кахоль-Лаван. Но они уже называют цену. Да. Так вот, чем выше будет эта цена, и чем ближе будет Бенни Ганс к тому, чтобы на эту цену согласиться, тем больше будет разброд и шатания в Кахоль-Лаван. И вот эти вот бунтовщики, которые будут говорить, «Боже, мы не готовы на это, мы лучше переметнемся в другую сторону, чтобы у нас было правительство наше еврейское». Вот, собственно говоря, основной конфликт с нынешней ситуацией. А почему не рассматривается такой очень простой вариант? Ты оказался не согласен или даже очень сильно возражаешь против политики партии и не согласен с нею, с ее шагами, с ее тактикой и стратегией. То есть пути твои и партии в рядах или в составе блока, который ты избрался, разошлись, забирай свою папку, поворачивайся на 90 градусов, вон дверь, уходи. Лазарь, это замечательно. А почему такого закона нет? Может быть, ты знаешь? Я знаю, что это уродство. То, что происходит сейчас, конченное уродство. Но это не первый раз. Да хоть 28-й раз. Это только ужасно характеризует... Почему наши депутаты не принимают такой закон, о котором ты говоришь? Потому что они восприняли себя, и уже не первый год, и не первое десятилетие, как некую касту, как некую избранную элитарную группу, которая не может уничтожаться или уменьшаться, она может только перетекать. Перетечка будет зависеть от постов и денег, больше ни от чего. Верность избирателю или готовность ради исполнения данных обещаний пойти на все улетучилась давно. Пойти – это значит перейти. Но в данной ситуации, если мы говорим о конкретной... Это беда партийной системы. Ты говоришь партийная система, но в данном случае... Нельзя в такой юной, и в такой стране местечковой нельзя вводить такую систему, потому что это будет все равно колхоз на колхоз. Но мы с тобой говорим в данной ситуации не о партии, мы говорим о блоках партий. И в какой лаван два депутата от блока, который представлен бывшим министром обороны и бывшим начальником генерального штаба, два депутата Цвихаузер и ЮАС Гендель, они критически возражают того, чтобы правительство опиралось на арабские голоса. Это их зов крови, они правые по сути. Да, понять их можно совершенно легко. И у них совершенно разные взгляды, допустим, я знаю, с тем же Лапидом. Вот. Раз у них так дошли воды до душ их, они должны встать и уйти из политики. Но... Но они отстаивают свою точку зрения. Почему из политики? Прекрасно. Они выходят из политики, наступают новые выборы. Это по совести. Да, они присоединяются во время новых выборов каких-то. Присоединяются к той партии, с какой у них нет никаких разногласий, в отличие от предыдущей. И тогда они снова идут в политику. Но переходов быть не должно. Закон же есть. В том случае, если депутаты, да, не согласны с лиги партии и выходят из фракции... То они не могут вернуться в политику. И пример у нас отказница госпожа Абукасис Цвить. Тебя хочу спросить про эту женщину-красавицу. Вот то, что происходит с ней. Не считаешь ли ты, что это с ее стороны своеобразная месть не кому-нибудь, а Виктору Либерману? Нет. Я думаю, что там с Виктором Либерманом давно уже счеты сведены. А каким образом? Никаким. Орли Леви тогда, в 2016 году, рассчитывала, что она получит министра Абсорбции. Совершенно верно. Но пост отдали Софью Ландвер. Не обязательно абсорбции. Не, не абсорбции. Она конкретно метила на пост министра Абсорбции. Когда этот пост отдали Софье Ландвер, она сказала, что она принципиально возражает. Ну, она же не может сказать, что из-за того, что и пост не дали. Она была вторая в списке. Да, она была вторая в списке, совершенно верно. Она заявила, что она принципиально возражает, что партия НДИ не поддержала ее социальные требования, социальные реформы. Ее личные социальные реформы, которые она предлагала, не поддержали, не добились внесения в коалиционные соглашения. Но дело не в этом. Сегодня, поскольку у нас общество так поляризовано и разделено на две части, с одной стороны, ее пытаются представить как невероятно честную принципиальную женщину, которая спасает еврейские характеристики государства. Ну, отчасти она сделала то, что говорил Лазарь. Она вышла из фракции, из партии Наш Дом Израиль еще тогда, когда оказалась не согласна. Да, она просто прекратила свою сотрудничество. С фракцией официально никуда не переходила. Да, но она была отдельным депутатом с отдельными деньгами. Нет, она не получала. И потом, она не получала. Она не создала партии, но она получала сама. Она создала свою партию и шла сама. Она ее тоже не создала, но ее получила от папы. От папы, да, совершенно верно. Но в Кнесете она не была как Гешер, она была как Индии. Потом уже она соединилась с Амиром Перецом. На его плечах вошла в Кнесете. Но, смотрите, сегодня идет такое некое покаяние в левом лагере. Я сначала хотел сказать другое, что человек, который один раз перешел, всегда надо думать о том, что он перейдет. Будет бегать. То есть он уже в некой группе риска, и Амир Перец должен был об этом думать. Амир Перец, когда подписал с Орли Леви, он сказал, что мы таким образом, мы, в смысле партия ОВДА, заберем голоса у правого лагеря. То есть мы не будем манипулировать голосами внутри нашего блока, мы не будем оттягивать их у Мерец и у Кахоль Лавана, мы их заберем у правого лагеря. Каким образом вы их заберете, ребята? Ну вот помните опросы общественного мнения, которые давали Орли Леви пять мандатов. Вот эти пять мандатов, это женщины с периферии, из Бет-Шаана, из других городов периферии, которые обожают Орли Леви, потому что она предлагает решение социальных проблем. Вот где эти пять мандатов. Потому что их не было и быть не могло. И вместо того, чтобы приманить в левый лагерь, да, голоса правого избирателя, произошло наоборот. Орли Леви сейчас забирает целый мандат, критический мандат в левый лагерь и переходит с ним вправо. Да, еще не переходят, но по дороге. Ну, по дороге, да, скорее всего. Скорее всего, там уже есть разговор о том, что накануне вот этого ее заявления, ее брат Жаки, он, кстати, активист Ликуда, встречался с Бениамином Нитаньяо. И выставил цену. Возможно, говорят уже, что она хочет президентство для Папы, пост министра здравоохранения, а после окончания каденции посол куда-нибудь в какой-либо... Нельзя в этой ситуации, извините, перебью, в этой ситуации министра здравоохранения Орли Леви в период коронавируса манекенщица. Это тебе нельзя. Это класс. А им все можно. Это класс. Ну, ей, видимо, поставят Лицмана заместителем министра, чтобы ей скучно не было. Не, но это было бы так смешно, если бы не было так постыдно. Если бы не было так постыдно. В любом случае, мы никогда не узнаем правды. Одни говорят, что она принципиальной политики, она поняла, до нее дошло. Да, в феврале она говорила, что все нормально с объединенным списком, но я признаю за человеком право пересмотреть свои взгляды. Человек переосознал эту всю ситуацию. Забрать куклы и тряпки и идти домой. Да, и сказал, о боже, куда мы придем, они сейчас нас заставят создать палестинское государство, вернуть беженцев, и так далее, и так далее. Я признаю за человеком право. Но в левом лагере говорят, что она вот опордунистка, она предала, она предательница, она забрала у левого лагеря мандат, она вот такая и всякая. Ну вообще, честно говоря... Мы сейчас находимся вот на таком базаре. То, во что превратилась израильская политика, идеология, о партиях мы уже не говорим. Какие партии? Какая партия? А Влада партия? Партия с идеологией? Извините. А что? Ликут партия с идеологией? Извините. Вот с ебарканами бегающими туда-сюда? Идеологическая разница между Кахоль-Лаван и Ликутой надо искать под микроскопом. Надо искать под микроскопом. И низко наклонившись под этот прилавок. Там, где бегают вот эти, не дай бог, кто. Мы сейчас сейчас. И самое возмутительное в этой ситуации, что Ликут и Кахоль-Лаван, которые идеологически практически не отличаются, не могут вместе создать правительство, чтобы у нас не было всех вот этих... Поэтому сейчас, когда нас прижало, и я говорю не только о самом коронавирусе и о том, что нас ждет в экономической и в прочих сферах, не хочу ничего не накаркать. Нужно правительство технократов, нужна власть почти военизированная, я имею в виду по степени дисциплины, без всех политиков собрать вместе, посадить в большой 120-местный вагон и отправить куда-нибудь по домам лучше. Ты почти отгадал то, что я хотел сказать. Лучше по домам. И с полным запретом когда-либо внедряться в политику. Они нам за этот год показали, кто они есть. Всем до свидания, все способны. Я вспомнил «Слуга народа» сериал. Помнишь, там был фрагмент, когда молодой президент... Зеленский ротик. Голобожий не смотрел. Да, там была замечательная сцена, когда он был на заседании парламента, и когда там начался балаган, он просто вытащил автомат и всех расстрелял. Ну вот, расстреливать не надо, но их всех надо увольнять из политики, потому что они доказали свою полную несостоятельность, неуместность и даже безнравственность их нахождения в этих органах. Набрать технократов, поставить сверху над ними трех толстяков, которые умеют что-то делать, кроме как подносить руку к фуражке. Вот, чтобы они жесткой рукой руководили этим правительством, когда все... Владимир, остается вопрос критерия отбора этих троих. Смотрите, мы уже... У нас есть президент. Мы уже дважды видели, как Ликуда, Кахой, Лаван, ну, не способны договориться. Эго тоже никто не отменял, и только не Биби, это, в конце концов, не идеология. Только Биби, только не Биби, это не идеология, это эго. Это эго, это уже личный вопрос, скажем так, да. Ну, не смогли они дважды договориться. Поэтому в сегодняшней ситуации, либо Орли, Леви, еще два перевесчика из Кахой, Лаван, Йоазендель и... Они сейчас играют в игру... Есть игра 66, но они играют в игру 61. Мы еще посмотрим, что будет 15 числа. Если они еще называют хили-труппера, ну, такие на уровне слухов, да. Если эти трое переходят в правый лагерь, то, соответственно, Бенемин Нитаняу Е61, и есть правое правительство в главе с Бенемином Нитаняу. Ну, нравится это. Другой вопрос, сколько оно продержится. Ну, неважно, но в любом случае оно есть, да. С другой стороны, что происходит сегодня в Левом лагере? Значит, я бы разделил здесь отдельно создание правительства и отдельно блокирование Биби. То есть, создание правительства сегодня выглядит вообще нереально, но все вот эти партии объединить вокруг отстранения Биби, да, возможно, да. Поэтому сейчас они говорят о том, что на пресс-конференции Виктора Либерман, когда она была позавчера, кажется, да, он же говорит, я буду решать каждый шаг по отдельности. Я сейчас не знаю, что будет на следующем шаге, будем смотреть за развитием событий. Здесь возникает вопрос, на той же пресс-конференции господин Либерман сказал, цитирую, мы хотим создания сионистского и либерального правительства и не отрицаем никого. Совершенно верно, но это то, что он говорил и перед выборами, ничего здесь не изменилось. А подожди, а как же здесь быть единый список арабский, когнитивный диссонанс Либерман и арабы. А арабы не входят в категорию сионистского правительства. Да, я понимаю. Не отрицаю никого. Мы говорим сейчас о возможности блока вокруг идеи отстранения Нитанео. Что это значит? Что они сейчас сменят Юлия Эдельштейна, поставят туда председателем КНЕС, спикером КНЕС какого-то своего товарища из Кахоль-Лаван, далее внесут законопроект сразу после приведения присяги КНЕС. Кстати, я не понимаю, как они будут принимать присягу. По скайпу, наверное. Больше стажа нельзя же справиться. Уже есть предложение. Под группами, под 20 человек запускать. 20 человек? Окей. Без мам. Без МДС, да? Окей. И ноги не целовать. То есть, далее можно будет этот закон продвинуть на комиссиях и принять его. Кахоль-Лаван предлагает со следующей каденцией его ввести в силу. Либерман наставит, чтобы он немедленно вступил в силу. То есть, есть самые разные варианты обнуления Вениамина Нитанео. Я думаю, что ситуация с коронавирусом, не о ней мы сейчас говорим, но она очень поможет для принятия каких-нибудь решений, которые оттянут все финалы дела Нитанео. Еще у меня, друзья, один напоследок подготовил я вопрос. Дело в том, что держал я его очень давно, с момента, когда у нас была церемония открытия памятника в Иерусалиме в издании «Коммерсант». Есть там такой замечательный журналист Андрей Колесников, очень хорошо пишет. Я запомнил его репортаж с этой церемонии. И вот цитата оттуда. Владимир Путин в это время уже встречался с премьер-министром Израиля Бенмином Танегу, который, по всей видимости, пойдет на четвертые выборы подряд, так как не в состоянии сформировать коллекционное правительство. Здесь на открытии памятника активно обсуждали эту тему. То есть я, например, говорил с Евгением Совой, который сейчас, работая депутатом КНЕСТ и состоит в партии Авикдора Либермана, которая, видимо, наслаждается тем, что блокирует коалицию. Так вот, минут 15 подряд в разговоре со мной Евгений Сова рассчитывал на то, что в четвертый раз у господина Танегу ничего не выйдет и что его, наконец, сместят с поста лидера его собственной партии. Конец цитаты. У меня к вам, ребята, вопрос. Значает ли, что это вольно или невольно, господин Колесников услышал потайные мысли, в том числе и партии Наш Дом Израильев. Главное сместить Биби. Какие пенсионеры, какие там, я не знаю, служба в армии ортодоксов, главное сместить Биби. Я бы не усматривал это какой-то глубокий смысл. По поводу сместить Биби, я говорю, что да, это вполне реально. Если они примут этот закон, если он вступит в силу прямо сейчас, то есть Бенеми Нитанияу не сможет сформировать правительство, тогда уже они будут думать, что в этой ситуации делать. Тогда, значит, может быть в Ликуде появится другой лидер, если это будет другой лидер, может быть они сделают действительно правительство национальное единство. То есть все карты смешиваются, если Нитанияу не может сформировать следующую правительство. Но у такого расклада событий есть слабая сторона, потому что всем будет понятно, что этот законопроект личный, еще и ретрактивный вступает в силу. Поэтому Бенни Ганс говорит, давайте его введем после следующих выборов. Но здесь эта ситуация не работает, потому что после следующих выборов, если Нитанияу наберет большинство, а он его наберет. Потому что многие правые избиратели, которые голосовали за Ганса, увидели, что он реально готовит коалицию с объединенным списком, они проголосуют за Биби, они проголосуют за Ликуда. Это просто понятно. И Биби набрав большинство в 61, он просто первым делом этот закон отменит. Вот и все. То есть это не имеет смысла. С другой стороны, если он будет знать, что такой закон есть, а на следующих выборах, если даже он победит, он не сможет сформировать, может быть он будет более податливый, чтобы сформировать правительство национального единства. Но опять же, это все ни шатка, ни валка. Сам Виктор Либерман много раз говорил, что четвертые выборы он не допустит, что это безумие. Я еще хочу напомнить, что днями Виктор Либерман озвучил пять требований, в которых почему-то ни одним, ни первым, ни шестым не было смещения, ни Таньяку, поэтому это, как бы скажем, в программу партии и ее лидера не вошло. Зато вошло пять пунктов. Перечислять, я могу их перечислить. Нет смысла. Это доходы пенсионеров. Не менялись они. Так, на что, на эти пять принципов, пять требований, на них господин Бенни Ганс ответил, согласен. Окей. Следом, те же пять принципов и требований были выдвинуты в адрес Ликуда, как одного из возможных формирователей, скажем так, правительства. На что не последовало, согласен, а последовала едкая, издевательская реплика кого? Вот, высокопоставленного ликудовского деятеля. Ну, это было очень предсказуемо. О чем это говорит? О том, что с Биби или без него, с Биби или без него, эти требования никогда ликудам выполняться не будут, и они даже к ним не подступятся. Все. А ты настолько наивен, что веришь, что Ганс выполнит все эти требования. Я услышал от Ганса, я согласен. Но мы услышали от Ганса, что он согласен на поддержку арабов. Хорошо. Значит, Либерман согласится на поддержку арабов. А кто мешал Ликуду сказать, и мы согласны? Секунду. А раз они не сказали, что и мы согласны, значит, они резко не согласны. Отстранение Нетаньяу совсем не значит, что они сформируют правительство. Это два разных процесса. Совершенно верно. Я не верю в то, что они сформируют такое правительство, потому что это выглядит просто совершенно нереально. Но то, что они могут сейчас, если не будет перебежчиков, провести такой закон и не дать Нетаньяу сформировать правительство, это вполне и вполне видится реальным сценарием. А что будет между этим, не знаю. Если Нетаньяу не сможет сформировать правительство, либо это может произойти по решению Богатца. Если Богац приступит к рассмотрению этого вопроса, как только... Вся надежда на Богац, что Богац закроет весь этот балаган, объявит в стране чрезвычайное положение, и тогда начнется что-то делать. У нас есть президент, облеченный такой полномочий. Мы давно пора. А то, что будет 15 числа, посмотрим, кого тот же Либерман порекомендует нашему президенту в качестве премьер-министра. Поживем и видим, недолго ждать осталось. Спасибо, друзья, за этот разговор. Всего самого доброго и вам до новых встреч. Спасибо.